Когда люди ведут себя неразумно, они говорят, меня бес попутал. Вот почему им никогда от этого не избавиться. В первую очередь, вы должны понять вот что. Вы не знаете, где находится эго, но оно действует постоянно, не так ли? Если вы поймёте это, ваше безумие исчезнет само собой. Вам не нужно будет ничего делать. Мой вопрос заключается в следующем. Как человек может справиться с эго? Особенно, если это человек с Запада. С вашим эго или чим-то? С вашим или чим-то? С моим и других? Как можно справиться с эго и стать хорошим йогином? Спасибо. Мы можем справиться с ним за мгновение. Если вы покажете мне, где оно, я тут же его пристрелю. Где оно? Я не знаю. Откуда вы знаете, что оно есть? По своему поведению? Может быть, вы просто неприятный человек? Нет. Всё обстоит так. Как вас зовут? Бальян? Бальян? Хорошо. Когда вы ведёте себя замечательным образом, вы баян. Когда вы ведёте себя отвратительным образом, это мистер эго. Это верный способ обманывать себя всю оставшуюся жизнь. Вам лишь нужно увидеть. Это иши-йога. Вы просто должны понять. Если вы приятны, это вы. Если вы неприятны, это тоже вы. Если вы поймёте это, вам не понравится ваша неприятная сторона, и вы с ней разберётесь. Хотя здесь не с чем разбираться. Сейчас вы неприятный человек. Нет, вам просто нужно оставаться такими. Быть приятным человеком ничего не стоит. Для этого нужно просто дышать, вот и всё. Это бесплатно. Требует ли это ещё чего-то? Нет. Только кислорода. Больше ничего. Только при недостатке кислорода тело может стать плохо. В противном случае вы можете сидеть здесь и умереть приятным человеком. Правда. Скажите, что ещё вам нужно для благополучия? Ничего. Всё потому, что вы думаете, есть некая другая сущность, которая делает вас несчастными, как, например, эго. Это всё равно, что сказать «я одержим». Когда люди ведут себя неразумно, они говорят «меня бес попутал». Нет. Они не хотят признавать, что ведут себя неразумно. Вот почему им не становится лучше. Вот почему им никогда от этого не избавиться. В первую очередь вы должны понять, что когда вы приятный человек, это вы. Когда вы неприятный человек, это тоже вы. Если вы прекрасны, это вы. Если вы ужасны, это тоже вы. Если вы поймёте это, то сможете эффективно избавиться от своих ужасных качеств. Вы не сможете оставаться с этим слишком долго, потому что есть бес, которого вы называете эго. Тогда это будет продолжаться. Это отличный самообман. Вы спросили об эго. А я спрашиваю вас, где оно? Вы говорите, что не знаете. Это чертовски хороший самообман. Вы не знаете, где ваше эго, но оно действует постоянно. Не так ли? Это самообман. Не существует никакого эго. Есть только вы. Иногда вы приятные, иногда неприятные, иногда прекрасные, иногда ужасные. Если вы поймёте это, то моменты безумия исчезнут сами собой. Не нужно будет ничего делать. Вам не нужно ничего делать. Если вы поймёте, что это вы ведёте себя ужасно, это исчезнет. Если вы свалите всё на эго или на других людей, это никогда не уйдёт. Вы останетесь ужасными до конца своей жизни, а может и после неё. Может быть, после смерти для вас найдётся работа в аду. Это единственный плюс в том, чтобы быть ужасным. Если вы эффективно мучаете себя и окружающих, вам могут дать работу в аду. В раю вам работу не дадут. Вам там нечем будет заняться. Мне не найдут работы в аду. Сначала мне нужно стать ужасным с людьми. Тогда, возможно, и найдут. Но вам работа там найдётся. Если вы не прекратите обманывать себя по поводу эго в аду, лучше оставаться без работы. Говорю вам. Всем будет хорошо, если в аду вы останетесь без работы. Не так ли? Пожалуйста, не начинайте уже сейчас готовиться к аду. Не начинайте практиковать страдания здесь, потому что так вы готовитесь к работе в аду. Хотя бы после смерти давайте отдохнём. А сейчас есть чем заняться. Люди, которым нечем заняться, или которые отказываются делать то, что сейчас действительно нужно, готовятся к работе после смерти. Нет. Делайте всё, что нужно делать сейчас. Отдохнём после смерти. Вы должны быть настолько приятны и непригодны для ада, чтобы никто не дал вам там работы. Субтитры подогнал «Симон»